Друзья, буквально через пару минут начнется Казахстан Fashion Week в Астане. Сегодня первый день, 24 мая. Я думаю, вам понравится. Девочки, вы готовы? Да! Я не знаю. Из нашего гнезда вылетело очень много птенцов. Подписывайтесь на YouTube-канал Динара Саджан. Это Нузан Батыров. Доброе утро, уважаемые коллеги. На этой неделе в Астане проходит главное модное событие в Казахстане. Это Казахстан Fashion Week. Доброе утро, дорогие коллеги. Это week of fashion, и мы рады приветствовать наших гостей. Мне бы хотелось первое слово представить мужчине. Валерий Казахстан, что вы знаете о фэшене в Казахстане? Спасибо большое, что пригласили меня к Казахстан Fashion Week в Астане. Это всегда приятно, чтобы обнаружить таланты и новую культуру. И чтобы выстрелить новую энергию, чтобы увидеть, что происходит вокруг мира и в Казахстане. Я очень рада, чтобы быть с вами. Я думаю, что эта цель выглядит замечательно. И я уверен, что вы замечательные люди, очень симпатичные, с смехом и сильной энергии. Спасибо большое. Друзья, буквально через пару минут начнется Казахстан Fashion Week в Астане. Сегодня первый день, 24 мая. Участвуют 9 дизайнеров, в том числе дизайнеры из Европы. Сегодня также мы представим наш бренд. Наша коллекция посвящена 20-летию Астаны. Я думаю, вам понравится. Девочки, вы готовы? Да! Казахстан Fashion Week в Астане открывает коллекция, посвященная 20-летию Астаны. Казахстанского бренда Динара Саншан. Казахстанского бренда Динара Саншан. Рядом со мной один из основателей Казахстан Fashion Week в Казахстане 17 лет назад Ирина Байжанова, Саят Дусыбаев, Алексей Джен Бутагос Алтангарова, да? Или кто вообще первый был? Нет, ну это вообще про отцы, про родители, это, конечно, Леша и Саят Алексей Джен и Саят Дусыбаев А вы мамы? А я мама, да? Я просто мать Просто мать Ирина, в этот раз вы привезли очень крутых гостей, фэшн-экспертов Да, таких очень важных гостей для наших дизайнеров Потому что сама Линда Кривилари прилетела, я думаю, тоже не случайно Она прилетела для того, чтобы, знаете, как на разведку Для того, чтобы посмотреть, какие дизайнеры, да, работают на казахстанском рынке И, может быть, кого-то пригласить на Траной в Париж Да Дело в том, что чем отличается Траной от других выставок? Если на другую выставку ты пришел, заплатил энную сумму денег, встал и продаешься То на Траной ты не попадешь На Траной выбирают Выбирает сам Траной И он ищет молодых дизайнеров, креативных Это такой поиск талантов Поэтому вкупе наши, как Vogue Talents, которые ищут среди моделей, фотографов, блогеров Точно так же Траной, это вот именно они ищут дизайнеров И я очень-очень сильно надеюсь, что наши дизайнеры покажут высший класс И Траной обратит не просто вот так, а вот так повернется к Казахстану И мы будем постоянными участниками, это моя мечта На сегодняшний день в Казахстане очень много дизайнеров Прям очень большое количество Как вы думаете, у кого действительно есть шансы прорваться, скажем, прорубить окно в Европу Продаваться в Юго-Восточной Азии, в Америке? Ну, я не могу сейчас вот так сказать Но я предполагаю, что Мандарин Нарбаева, конечно, она понравилась очень всем Алексея Джен очень понравилась коллекция Здесь же не смотрят, как это, да? Это должно быть все вкупе Это должен быть креатив Это должен быть хорошая ткань Это должен быть хороший пошив Хорошие конструкции И я думаю, что Динара Саджан тоже выйдет на мировые рынки совсем скоро Мы просто опытом возьмем Семимельными шагами идете просто Рядом со мной сегодня мои супермодели Нурлан Батыров и Адиль Ильян Ну, пока они еще не топ, но они скоро войдут в этот топ В смысле? Не надо оскорблять мой рост Вы знаете, я очень рада, что мою первую спортивную коллекцию Дели именно эти мужчины Потому что они являются кумирами молодежи Вот кумир, например, молодежи 80-х годов И 63-х Нет, очень модно, стильно, патриотично Я обязательно такой костюм одену куда-нибудь в поездку за рубеж Потому что действительно сейчас, да, после Кан, там, после побед наших спортсменов Так приятно и гордостно показывать там наш флаг И то, что тут написано Казахстан уже латиницей Такой костюм нового поколения До сегодняшнего дня Добрый день, Аминка-Витаминка Хотелось бы с вами записать интервью, если вы, конечно, не против Конечно, не против Скажите, пожалуйста, вот как вам удалось собрать такое большое количество подписчиков в социальных сетях? Вообще, как это возможно? Ну, просто я снимала, снимала, снимала видео с мамой Мы вместе придумывали Мама монтировала И так мы стали популярными Да? А вот скажите, пожалуйста, вот вы не устаете? Нет, вообще, я вообще не устаю А скажите, пожалуйста, вы много зарабатываете? Зарабатываю? Я не знаю Не знаете А вот как вас мама поощряет? Вот, например, вы засняли, отсняли новый видеоблог Вот вас мама как поощряет? Она вам что-то покупает? Или что-то разрешает? Она, если Адека там не хочет сниматься, а мама говорит, я куплю мороженое потом, если ты хорошо снимешься Потом Адека снимается, и мама покупает нам мороженое А если мы все хотим сниматься, она нас целует очень много Это самое главное, то есть это самый лучший приз, когда вас мама целует, правда? Да Скажите, пожалуйста, бывает такое, что вот вас мама ругает? Ругает? Я не помню То есть вообще не ругает? Нет Никогда в жизни? Никогда в жизни Скажите, пожалуйста, а вот как к вашей популярности, к вашей известности относятся в вашей школе? В моей школе? Ну, когда я пришла первый раз в школу, потом уже здесь не ходила Тогда меня одна девочка узнала, потом она сказала ее классу и подружкам, друзьям, она сказала, хватайте ее А я сразу убежала, потому что толпа была Вот скажите, вам не сложно вообще передвигаться вот в общественных местах? Например, вот вы заходите в торговый центр, и наверняка все вас начинают там, хотят с вами сфотографироваться Все к вам подходят, вот это все не сложно для вашего возраста? Нет, мне это не сложно, потому что я сама выбрала быть актрисой Я сама выбрала быть видеоблогером Мне очень нравится быть видеоблогером И вообще я сказала маме, чтобы я снималась в видео Скажите, пожалуйста, кто придумывает, вот кто делает эти все сценарии, да? Кто придумывает эти истории интересные, войны? Иногда придумывает папа, помогает маме придумывать, а чаще придумывает мама И она еще монтирует, звуки какие-то ставит, наша мама все делает Ну, вы как вообще маму свою благодарите за то, что она вас сделала такими популярными в вашем возрасте? Ну, мы хотим что-то подарить, она говорит, нет, нет, не надо, не надо, не надо И за это мы ее целуем О, все, спасибо большое Это было интервью с Аминкой Витаминкой Здравствуйте, я на неделе моды Здесь какая-то шумная женщина Она не дает мне... Девушка, пожалуйста, вы мне мешаете вести... Девушка, не лезьте в камеру Вот, значит, сегодня здесь у нас модели Они все плохо выглядят Мне кажется, нужно девочке кушать Что вы кушаете вообще? Обычно Вот это вот моя просто родственница на самом деле Поэтому, поэтому сегодня на автопати мы поедем в Донецк Новые trends У нас есть новые тренды каждый день, мы не можем сказать, что это новое или что это новое. Это как миксирование между всеми, зависит от рынка и от людей, потому что каждый рынок и фасшеностанции имеют разные нужды, поэтому мы должны говорить о нужды. Что вы думаете о фасшеностанции из Казахстана? У нас есть одна возможность, которая будет известна в мире? Я думаю так, абсолютно. Я думаю, что твоя коллекция и твои фасшеностанции очень интересны. Они делают разные вещи. Они имеют различные силы. Потому что что ты делаешь, это совершенно новое. Я думаю, что ты имеешься ввиду в различные рынки. Когда мы создавали эту коллекцию с моим дизайнером Бауржаном Сагиевым, я вспоминала Астану 1998 года. Я жила тогда в Алматы, училась в школе и прилетела в Астану. И тогда впервые увидела правый берег. Тогда левого берега не существовало. Сейчас, конечно, и левый берег, и правый берег. Очень город разросся. Но когда я переехала 12 лет назад в столицу, я помню очень хорошо ресторан Вакуэра. И мы, вот видите, сделали такие футболки. Я очень хорошо помню ресторан Самовар, где мы очень часто с коллегами ходили завтракать. Я очень хорошо помню ресторан Ямайка. Я думаю, что все, кто, знаете, первый эшелон, который переехал в столицу, очень хорошо помнят эти рестораны. То есть мы первую коллекцию посвятили. Мы, знаете, вспомнили людей, которые на поезде приехали в Астану вслед за президентом. И они были все в мехах. А вы что думаете, Нурлан? Вот вы куда наденете? Или все-таки после этого показа снимете, больше не наденете? Нет, я люблю. Я в последнее время перехожу на удобную одежду. Наверное, все-таки возраст сказывается. Да, да. И поэтому удобная одежда, это сейчас для меня превыше всего. Я в последнее время от костюмов, от этого всего делового очень далеко отошел. И я вот отдельно даже сидеть, я говорю, мне что-то хочется спортивное носить. И вот как раз мне как будто бы прям все звезды сложились. Я даже специально кроссовки купил в Китае для того показа. Это чуанчунчу? Нет, это не чуанчунчу. Это Adidas. Это Adidas. Кеды, которых еще нет в продаже в Казахстане. Да вы что? Так что в сосайке. Я знаю, что вы ездили недавно в Китай. Вот вопрос у меня такой вот очень важный возник сейчас. Почему вы меня с собой не взяли? Потому что ты там уже была. Ну? Ну как бы я тоже хочу учить китайский. Ни хао, ни хао ма. Вот ты знаешь, я побывал в Китае, мне как бы китайский вообще желания нет учить. Слушай, пока мы были в Китае, это создавало красоту. Да, я готовилась к этой встрече с вами. А мы прям ехали и про себя думали, блин, класс, сейчас вернемся из корабля на бал. У нас новый спортивный костюм. Из китайской барахолки сразу на подиум. Ну, примерно так, да. Мальчики, скажите, а как вам очки, которые мы специально подобрали вам с нашими партнерами Актуаль Оптик? Ну, если бы еще подарили, вообще зашибись было бы. А так, да, прикольно. Не, на самом деле очень удобно, потому что, когда покупают дешевые очки, они давят на переносицу, а здесь очень так комфортно. А ты в Китае не брал очки у Анчиманчика? Вообще печальная история, ты сейчас разбила, мне опять вот травму нанесла. Я нашел одни очки в Шанхае, а потом он мне говорит, поехали в Нанкин, там будет дешевле. И мы не нашли в Нанкине эти очки. Все, травма у меня. Ну, я думаю, что Актуал Оптик. Я знаю, почему не давят, потому что они казахстанское производство. А че? Это что? Актуал Оптик. Да, это дискварин. А это у тебя что? У меня со зрением проблемы. Что написано? Ребят, смотрите, я хочу познакомить вас. Вы же не совсем знаете столичную тусу? Это Алина Мартин. Эту я знаю. Ааа, ну понятно. Не ходите вы на казахстанские картины. А вот Алию Есенову точно не знаете. Мы фотографировались, и она пыталась меня сдуть и поднять на руки. Мы побоялись ее мужа. А вы знакомы с моей дочерью? Конечно. Конечно. Привет. Ну все, мальчики, спасибо большое за то, что вы принимаете участие в нашем показе. Тебе спасибо. Спасибо. Давай, удачи. Давай, удачи. Диана. Диана, здравствуйте. Да. А вы сегодня у кого принимаете участие? В показе? У кого? У кого? У Динары, Саджан, да? А кто вам такие губы накрасил? Визажисты? Ну, сегодня Дианочка немножечко скромничает. Алина, какие ощущения? Вот ты сегодня была на репетиции, и так получилось, что мы тебя пригласили учиться, а в итоге ты учила модели ходить. На самом деле все очень просто. У меня очень комфортный наряд. Его можно и в повседневной жизни носить, и на выход. И я думаю, что многие модели сегодня завидуют нашей коллекции, потому что видят, насколько нам легко, весело, и насколько мы все веселые. Да? А вам нравятся ваши очки? Да? Алина, скажи, пожалуйста, вот ты сегодня увидела наше пальто, да, вот из нашей новой коллекции. Какие впечатления? Носила ли бы ты сама такое пальто? Да, я надеюсь, я буду его носить. Очень красиво. Вообще, это очень женственно, и оно не перегружено, но при этом со вкусом. Мне очень понравилось. Тем более, такие цвета в коллекции яркие, которые очень смелые. Мало кто их использует. У нас в основном носят черное, серое, ну, бежевое максимум. А здесь такие сочные, особенно вот розовый цвет, голубой. Шикарные. И причем они же, наверное, будут по доступной цене? Они будут по доступной цене, но те, которые за болями, естественно, будут чуть дороже. Будут новые встречи в столице. Первое утро столицы, календаря страница. Первое утро столицы и облаков ресницы. Первый восход над столицей. В небо взлетает птицей. Первый рассвет над столицей. Будет нам долго снится. Ты сейчас абитуриент. Сегодня ты принимал участие на Венском балу вместе с президентом. Да. И как ощущение, вот, знаешь, с корабля на бал? Это точно вот тебя из балла на КФВ. Это очень сложно, но можно привыкнуть, да. Скажи мне, вот какие были ощущения, когда я тебя пригласила поучаствовать на показе? Я была очень рада, потому что я очень в детстве мечтала попасть в такие места, но это было неожиданностью, по идее. То есть ты думаешь, что все-таки мечты сбываются? Да, сбываются. Надо просто мечтать. А ты не комплексуешь по поводу своего роста? Нет. Я могу поработать и фотомоделью, так что, в принципе, можно. Нет, а вот сегодня, вот смотри, ты стоишь, ты будешь в ряду профессиональных моделей, да, но также ты в ряду с известными именитыми блогерами. Да. То есть, что говорят об этом твои друзья? Говорят, что мне повезло, и это очень радует по идее. А кем ты хочешь стать в будущем? Я журналисткой. Поступаю на филологию или на журналистику. Я тебе желаю удачи, я уверена, что ты точно станешь известной телеведущей. Спасибо большое. Как тебе очки от Actual Optic? Очень красивые. Прям без ума от них. Спасибо большое. Алиюша, вот вы сегодня тоже принимаете участие в моем показе. Какие у вас ощущения? Каково это быть на подиум? У меня вообще ощущение, что просто Казахстан Fashion Week для меня в этом году просто открыли, да. Потому что плюс XX, плюс модели, плюс XXL, они, да, вышли на подиум. Вот, и круто, Динар, спасибо. А как вообще вы себя чувствуете среди профессиональных девушек, да, которые XS, S? Я себя чувствую красивее, чем они просто почему-то. Потому что мне кажется, что это все-таки внутреннее состояние. Да, без разницы. Они, они хотели со мной сфоткаться. Не я с ними, как бы вот. Поэтому я думаю, что я классная. Алиша, вы когда-нибудь вообще себя представляли на подиуме? У нас была такая мечта с младой, да, что жирные женщины должны быть. Ну, извините, что я так говорю, но да, как бы есть безумные женщины, а есть жирные, да, поэтому. Да, ну вот, да, но вот как бы наша мечта сбылась. Не важно, какая ты, не важно, сколько ты весишь, главное твое внутреннее состояние, и тогда тебя обязательно позовут участвовать в показе. Спасибо большое. Алия Исенова сегодня участвует в моем показе. Подарили. Подарили? Подождите-ка. А мне? Кто нарит тут? Вот, это через нее надо. Я просто им сказала, это Нурлан Матыра подарите. Подучи на них кто? А, делили ли я просто? Подожди. Повлиять, не наступайте на мой микрофон. Я! Так, расскажите, Нурлан, Вы сегодня получили целых два подарка, не только от меня. Актуал оптика. Спортивный костюм made in Kazakhstan от Динары Саджан. Я буду поставить актуал оптика Динары Саджан, я буду вот так ходить и говорить. Актуал оптика Динары Саджан. Актуал оптика Динары Саджан. Актуал оптика Динары Саджан. Мне реально понравились так костюм. Мне не думаете, что я такая прям продажная душа, но мне понравились все эти очки. Ну реально же. Слушай, ну это у меня хороший вкус, потому что я выбирала. К сожалению, мне нечего тебе на это сказать. Друзья, что я могу сказать, я счастлива. Вы знаете, это такое счастье. Я вот раньше, когда смонтирую сюжет, целый день ты выезжаешь в поле, снимаешь, 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 вечером монтируешь. И когда ты в новостях видишь сюжет, ты получаешь такое удовольствие. Вот у меня сейчас такое же состояние. Мы так долго работали над этим проектом, мы так долго шили наше пальто, вязали наши кардиганы, шили наше платье, заказывали принт, да, рисовали его. И я договаривалась со своими друзьями, чтобы они выступили на бодиуме. И сегодня, вот прямо сейчас, я счастлива, что все получилось. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok